КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ Обычно всегда, когда шел этот фильм, актер садился к телевизору, вспоминая свою первую роль, которая стала для него пропуском в большой кинематограф. Но в тот день он ее не дождался. Его сердце остановилось. Звали этого актера Юрий Белов. Юрий Андреевич Белов родился в городе Ржеве Калининской области. Но все детство его прошло на Курилах, так как отец Юры был военным и последним местом его службы стал Дальний Восток. Как он рассказывал об этих Курилах, как он тосковал. Вы знаете, вот, ну, просто, ну, вот, жаль, что он еще не писал. Но он так интересно об этом рассказывал, про эти всякие гейзеры, там, как они бьются, как можно зимой купаться, все в этом пару, пар. И вот, ну, и что, знаете, ну, что такого? Ну, ну, пар, ну, горячий гейзер. Как он бьет, вот, вот он, когда он рассказывал, как он бьет, на какую высоту, и ты слушал, и тебе хотелось туда ехать. Дарование Белова разглядели преподаватели ВГИКа Ольга Пыжова и Борис Бибиков. В их творческой мастерской Юрий Андреевич постигал азви актерской профессии. Его появление на занятиях постоянно сопровождалось смехом студентов и профессоров. Он обладал редкой наблюдательностью и, появляясь на занятиях, сразу делился историями, которые становились анекдотами у сокурсников. Он ехал в трамвае, значит, в институт, и вскочила какая-то пара, и мест не было. Ну, девочку он усадил, девушку свою, а сам, значит, стал тормошиться там, ну, раньше копеечки, значит, давали там кондуктору. И рассыпались, и он нагнулся, и какой-то звук произошел. А он, значит, встал как вкопанный и думает, ну, слышал кто-нибудь это или не слышал. И когда уже к остановке приближался трамвай, вдруг мужик какой-то, выходя, сказал, ну, Тупердон, подними монетку-то. Через год после окончания ВГИКа Юрий Белов становится знаменитостью. Эльдар Рязанов выбрал его на роль юноши Гриши, влюбленного в главную героиню, которую играла Людмила Гурченко. Ну, заканчивай. Поцелуй меня. Едва появившись, этот фильм был тут же разобран на цитаты. И сегодня, по прошествии четырех десятилетий, он остается одной из самых знаменитых и любимых зрителями кинокомедий. Иду на сцену. Гришенька, только ты не волнуйся. Я совершенно не волнуюсь. Суперись. Если хочешь узнать, я абсолютно спокойно. Я вижу. Лена, я пошел? Угу. А? Иди. Да, Лена. Гриша. Ну, да. Здравствуйте, товарищи. Но даже такой успех не дает гарантий, что знаменитый актер, кумир миллионов зрителей, надолго останется в их памяти. Слава обманчива. Сегодня актер не знает, куда спрятаться от внимания зрителей, а завтра, как это произошло с Юрием Беловым, по роковому стечению обстоятельств, рядом не будет даже родных людей. В течение семи лет после карнавальной ночи один за другим на широкий экран вышли фильмы с участием актера, которые закрепили его успех среди зрителей и сделали Юрия Белова одним из самых популярных актеров советского кино. Среди них неподдающаяся Алешкина любовь, приходите завтра, королева бензоколонки и девушка без адреса. До самой старости будешь искать. Бородовал, рука отпал. Держит к вам кого? А где Катя Иванова? Бабушка вас какой-то держит, спрашивает. Он для меня всегда был актером загадкой. Все умел, абсолютно. То есть я никогда не верил, что он... Знаешь, как актеры перед съемкой кадра начинают читать сценарий, что он... Он знал всегда текст. Надо спеть, пожалуйста, приезжай между Гладковым на запись. Он берет текст, прослушает, он говорит, давайте писать. Он говорит, пожалуйста, поет несколько уплотных песен, абсолютно спокойно. В кадре, подтанцовка, пожалуйста, он все делает. То есть для него это было как... ну, как воду пить, как дышать. Позабыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь забава, для меня страдания. Ей налево, мне направо. Ну и до свидания. Судьба предлагала ему мало ролей, которые были бы хорошо прописаны. Когда они были только на бумаге, нельзя было прогнозировать их дальнейший успех. Но режиссеры, которые работали с Юрием Беловым, очень ценили в нем то, что он из ничего мог сделать что-то за счет своего безграничного обаяния. В фильме «Приходите завтра» его вспоминают сразу после Анатолия Попанова, который исполнил в этой картине главную мужскую роль. В паре с Александром Ширвиндтом Юрий Белов сыграл в маленьком эпизоде, где двое студентов как мочей как бы принимают экзамен в качестве педагогов у молоденькой абитуриентки. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. Это мой друг Немирович Данченко. Да. Я вот что-то про вас слыхала. Ну это естественно. Только вы вольно молодой. Да. Мы члены приемной комиссии. Да. И вот я, и Владимир Иванович. Вы сейчас свободно вызываем? Да, пожалуй, пожалуй. Вот Владимир Иванович свободен. Мы могли вас послушать. Необыкновенный дар смешить людей Юрий Белов оплачал не только на экране, но и на сцене театра киноактера. В спектакле Иван Васильевич по пьесе Михаила Булгакова он играл того самого воришку, который украл у шпака магнитофон и еще кучу полезных мелочей. Мы первыми поставили в театре киноактера эту пьесу с благословления его жены, Елены Сергеевны, которая дала добро. Вот была когда уже, ну такая заготовка, уже основательный спектакль, уже он рождался. И когда она посмотрела, она была очень довольна. И вот Юра играл там одну из главных ролей. Я проходил через кулисы и видел, как зал, ну, катался, умирал со смехом. Но для него, раз смешить людей, рассказать анекдот это было совершенно, ну, это для него не стоило никакого труда. Он уже так обладал этим даром. Популярность Юрия Белов относился спокойно. Она не воплотилась в материальный эквивалент. Да и сам актер, как был скромным и застенчивым в институте, так и остался таким же, хотя титры с его фамилией украшали многие известные фильмы того времени. Слава, которая часто портит сильных и талантливых людей, пока никак не отразилась на характере актера. Но именно болезненное, более чуткое восприятие окружающего мира разбудит в нем наследственную склонность к спиртному и сократит его дни. Во время учебы во ВГИКе Юрия не очень везло с девушками. Он был влюбчивым, но большим успехом у противоположного пола не пользовался. И когда, наконец, он женился, мы все обрадовались, удивились. Но этот брак был очень драматично окончился. Однажды он в его отсутствии, жена просто собрала все, что было в доме, им заработанное, и исчезла. Все вывезла. И оставила только тапочки и какую-то там уже просиженную тахту. Второй женой Юрия Белова стала выпускница ВГИКа Светлана Швайко. Она была младше его. Они оба работали в театре киноактера. Света позже будет вспоминать, что часто они пробегали мимо друг друга, и она не замечала, что Юра как-то особенно ее выделял. Однажды он пригласил ее в гости. Это было поздней осенью. В семь утра в коридоре Светланы раздался телефонный звонок. Она в темноте подошла к телефону и даже не сразу поняла, кто звонит. Оказалось, это был Юра. Приезжайте ко мне, сказал он. Можно через час, ответила она. Хорошо. Белов перезвонил через час и рассказал, как до него можно доехать. Когда Светлана зашла в его комнату, она сразу ощутила запах кофе. После этого она больше оттуда не уехала. Юрий Белов в душе был необыкновенным романтиком. Он часто поддавался порывам и любил воплощать фантазии и желания в жизнь. Ему было легко в пасмурную дождливую московскую погоду схватить в охапку жену и собаку и отправиться на мотоцикле в Краснодар, где по прогнозам синоптиков стояла теплая солнечная погода. Потом приезжают с огромными корзинами помидоры, огурцы, фрукты. Все это Света была такая потрясающая хозяйка. Она там солила, мариновала. Причем это по грибы пойдет, принесет ведро грибов, тут же тоже замаринует. Всегда в гости позовут. Хлебосольные такие были оба. И такие счастливые, вы знаете, это просто удовольствие было смотреть. Через год после свадьбы у Белова родился сын. У него было слабое здоровье, и родители, чтобы закалять ребенка, регулярно выносили его на балкон. Отсюда родилось домашнее прозвище Балконский. Именно он 31 декабря 1991 года найдет тело своего уже бездыханного отца в пустой квартире. С середины 60-х годов Юрия Белова перестают приглашать на главные роли. Только после смерти артист и журналист Владимир Мартынов поведает историю, которую услышал лично от Белова. В 64-м, когда он снимался у Эльдара Рязанова в фильме «Дайте жалобную книгу», на каком-то банкете Юра сказал про Никиту Сергеевича Хрущева, что его вроде бы скоро снимут. И потом просто приехали люди в белых халатах со смирительной рубашкой и увезли его в сумасшедший дом на полгода. Причем Хрущева, как мы знаем, действительно сняли. А потом, когда Белова выпустили, он оказался никому не нужен. Во-первых, неблагонадежный, а во-вторых, его там накачали лекарствами, после которых он стал психически не совсем здоровым. После этих публикаций журналисты становится понятно, почему уделом Белова стали лишь роли третьего плана до коротких эпизодов. Петя, да? У тебя ключ от арестантской комнаты. У меня? Открой мне ее. Как часто это происходит с творческими людьми, которые по разным причинам не могут использовать весь свой творческий потенциал, Юрий Белов начал злоупотреблять спиртным, чего раньше за ним не замечали. Раз, последний раз, мы встретим вас и пьем за вас наш железный квас. Светлана Швайко прилагала все усилия избавить мужа от сильной тяги к спиртному. Такой застенчивый и спокойный Юрий Белов под влиянием алкоголя становился неузнаваемым. Однажды это чуть не привело к трагедии. Видно, Света не сдержалась и накричала на него что-то. Он схватил нож и кинулся на нее. И тогда она схватила ребенка, и вот они ушли. Она приходила, она его обстирывала, готовила, убирала, все она делала. Это женщина-героиня была. Она жила по соседству и продолжала общаться, но вернуть мужа к нормальной жизни ей так и не удалось. В 80-е годы Белов практически не снимался. За целое десятилетие он появился на экранах всего лишь четырех картинах. И везде это были эпизоды. Последний его фильм датирован 1988 годом. Двое и одна. В нем Белов снимался уже будучи тяжело больным. Это какой-то странный, Фролов. У тебя все тип-топ? Все, ля-ля. За ним уже давно закрепила слава странного человека. От природы он был сдержан, и многие эмоции предпочитал не выставлять на показ. Актеры очень боялись с ним играть, потому что он был импровизатором. И они не всегда знали, что он сделает в следующую секунду. Это требует огромного напряжения и внимания. И некоторые даже жаловались. Да, было дело. Когда Александр Орлов утвердил его на роль в своем фильме, его многие пугали, что зря он с ним связывается. Вроде говоря, что во времена больших успехов карнавальной ночи неподдающихся актер много выпивал. И это якобы отложилось на его психике. Но это было всего-навсего домыслами недоброжелательных. Пил венцов, красно-белый. Пьяным не был. Никогда. Спокойно. Должен зад сниматься, рано вставать. Он очень любил репетировать. И этим раздражал своих партнеров, которые постоянно торопились и должны были куда-то бежать. Они все говорили ему, тебе что, домой не надо? Он же об этом не думал. Репетиция «Любовь моя». Это была его излюбленная фраза, которую он объяснял жене о своей задержке в театре. А в театре киноактера тогда не особенно любили репетировать. Всем нужно было зарабатывать деньги. Поэтому и казался многим странным Юрий Белов, который не стремился за длинным рублем. Никогда не ругался матом, не сплетничал и никого не подсиживал, как это часто бывает в творческой среде. Зато многие друзья сейчас вспоминают его удивительный дар рассказчика. И вот однажды мы были в гостях целой семьей. Я, муж и сын. Сережке было тогда лет 8-9. И когда мы пришли, то Юра что-то стал ему рассказывать, и фактически они удалились в другую комнату. И когда мы поехали домой, вдруг он говорит, мама, а ты знаешь, вот дядя Юра – это самый интересный человек из всех ваших друзей. Оказывается, он ему рассказывал про какие-то подводные лодки, какие в Америке, какие у нас, чем они отличаются, на какую глубину они опускаются. С какой скоростью они двигаются. И Серега, конечно, сидел, разинув рот, потому что с ним никогда никто ничего подобного не говорил. Он был абсолютно безразличен ко всякого рода премиям и званиям. Вероятно, поэтому Юрий Белов умер, так и не получив ни одной награды. Последние несколько лет Юрия Белова были окрашены в серые тона. Он практически не снимался. Да и свидетелей его жизни осталось немного. Каждый год в канун Нового года Белов смотрел фильм, в котором он сыграл первую большую роль. И вспоминал свою молодость, когда он был полон сил и обладал недюжин, как принято говорить, талантом. К концу 80-х он практически сошел с дистанции. Работы не было. Жена, не выдержав попоек, забрала сына и ушла. Но при этом она часто приходила к нему, стирала, убирала, готовила. 31 декабря 1991 года Светлана Швайко приготовила праздничный ужин и попросила сына позвать отца встречать праздник. Когда он пришел к нему домой, то нашел тело Юрия Белова бездыханным. Скорая, которую сразу вызвали, приехала только утром следующего дня. И когда вдруг они увидели его фотографии, и сказали, это он умер. Если бы мы узнали, мы бы раньше приехали. В этот предновогодний день карнавальную ночь показывали два раза. Но Юрий Белов ее уже не увидел. Его жизнь можно сравнить с падающей звездой. Яркая вспышка славы была короткой, а падение стремительным. Вместо ожидаемой благополучной старости он рано ушел из жизни, непонятый, недоигравший. И только чудо, придуманное братьями Люмьер, исправляет ошибки людей и истории. Километры целлулоида уже несколько десятков лет снова и снова воскрешают этого человека для зрителей. Потому что у фильмов, где он снимался, нет срока годности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА